Привет, меня зовут Ликоту Бентеп, я дварф-мыловар из горного дома Ассаратунг. Сейчас он захвачен гоблинами, шахтерской республикой и дымным монстром, но... Ладно, дело было так. Я проснулся в своей комнате, а не в каких-то ребенях. Путешествия в пустынях и гоблинских лесах оказались всего лишь с нами, порожденными моим аутистичным дварфийским воображением. Я нашел гребницу твердошлемника и сунул под шапку, пошарахался немного, завухал, нашел на спине записку, что я эльф анальный, встретил других дварфов в пустой крепости и оказалось, что накануне мы все так припелись, что пропустили начало осады. Ток, Менг, Бомил, Шорост, Анил и Умалишенный Нил. Все они, кстати, тоже были подписаны как анальные эльфы. Теперь надо было спасаться, и я оказался в числе семерки дварфов, выжидших в экспедицию для последующего основания новой крепости. Путь был не близкий, а у нашей повозки не было осла, только гусь. Мы спустились в долину на разведку и обнаружили гоблинов в людских домах. Двоих мы убили, их же копьями, а третьего пленили. В подвале одного из домов обнаружился тоннель к покинутому нами горному дому. На той стороне нас ждали неприятное известие о том, что теперь здесь будет хозяйничать Шахтерская Республика, то есть все наши бывшие камнетесы и рудокопы. Что это именно их предводитель по имени Курелл подговорил гоблинов к осаде и выпустил в наши залы дымного монстра из глубоких пещер. Мы решили хоть как-то поквитаться и дали шанс дымному монстру навестить предателей. Наш пленный гоблин оказался дрессировщиком их ездовых жаб, которых мы и запрягли в телегу. После того, как еле отбились от дымного монстра, конечно же. Таким вот составом мы приехали в эльфийскую рощу, где нас тормознула стражница Ивети и вызвалась сопроводить к отцу, старейшине и алхимику. По прибытии мы попали в гучу сражения между местными эльфами, на удивление лояльными к дварфам, и ортодоксами-колпачниками из соседней рощи. Ивети умоляла помочь отцу, и мы ринулись в бой. Потом телега взорвалась на алхимической мине, я очнулся в яме и нашел странные кровавые рисунки. Затем я узнал, что наш умалишенный Нил пришел в себя. За помощь в битве нам предложили кров и пообещали новую повозку. Ивети же возымела ко мне романтический интерес и предложила зайти к ней вечерком. Я застал ее в неглиже и, перенервничав, ударил ее по лицу. Тут же я обнаружил, что грибница твердошлемника проросла мне в голову, и, видимо, из-за нее сознание мое помутилось. Я извинился, а Ивети рассказала мне кое-что странное про Шороста. Возникло подозрение, что он не тот, за кого себя выдает, и, возможно, колдун. Это снова меня растревожило, и я впал в тантру, навалял всем люлей, но потом меня скрутили, и Менг, будучи врачом, удалил мне гриб с головы. Нам предоставили повозку, парни хорошо подорговали и немедля отбыли из рощи. Я так на всех обиделся, что решил сбежать от команды и стать одиночкой. Из шлемов мертвых гоблинов я смастерил себе доспехи, обхитрил слепое забытое чудовище, нашел дневник эльфа-вампира Садомита, прошел по подгорному тоннелю и набрел на опустевшую людскую деревню. Там мне попался летающий глаз, и я приручил его, привязав за хвост. Оказалось, что из всего населения там только с десяток женщин, а остальных поубивал призрак того самого вампира Садомита. Я решил расправиться с ним, но оплошал, и сам оказался в руках призрака. Он мне приказал доставить ему живую бабу, наложил магическую печать, которая сожжет меня через пять дней, и дал волшебный жезл, с помощью которого можно подчинить себе чужую волю. Нежить стала ко мне равнодушна, и я нарубил несколько голов. Принес бошки бабам в деревню, сказал, что умелый воин, и смогу их защитить, но мне нужно попасть на ту сторону гор, чтобы захоронить труп эльфа Садомита, и тем самым упокоить призрака. Их главное показало мне ход в пещеру, которую они прокопали. Ну, я ее туда и столкнул зачем-то. Иногда я совершаю дурацкие поступки. Ну, я полез ее спасать, и просрал оружие и волшебный жезл. Зато обнаружил огромную древнюю башню. Рисунки на стенах рассказали мне историю ее обитателей, мумии которых я нашел внутри. Бабу я так и не спас, но хоть нашел адамантин. Какой-то древний механизм все еще работал, и забрать адамантиновое яйцо не было никакой возможности, кроме как разбить его киркой. Я жахнул, и тут случился коллапс. Свод пещеры обрушился, и меня завалило. В бреду подсознания я встретил своего двойника, только черного, и он мне сказал, что я украл его тело. Раньше он жил нормальной жизнью, а потом случилось внезапное раздвоение личности, и я занял его место. Мы с ним подрались, и я очнулся уже на поверхности. Правда, руку сломал, пока выкапывался. Призрак Сатамит на меня сильно обиделся. Оказалось, что из-за меня теперь разрушена и деревня с бабами, и его кладбище, и вообще все его загробное существование теперь лишилось смысла. Хорошо, хоть печать исчезла, и я стал вновь свободен. В общем, я сожрал осколки адамантина, которые были у меня в руках, и поперся в людской город Лот-Хакамаги. Меня отправили в таверну, где я отрыгнул пару камушков возле колодца, и расплатился ими за ночлег. Меня подлечили, помыли, накормили, и показали бумагу о моем розыске. Оказалось, что шорост и компания на меня все же не плюнули, и развернули целую поисковую операцию. В комнате меня встретил призрак Курила, того самого лидера Шахтерской Республики, предателя, который рассказал мне про заговор шороста и его план по захвату мира, ну или части мира. Оказалось, что это именно Курил устроил раздвоение личности маловару Ликоту, и появился я. Рассказал про список, про записки с анальными эльфами, и как именно все так получилось. Мол, он хотел с моей помощью помешать шоросту, и даже обрисовал план дальнейших действий, но я в этом участвовать отказался. Чем верить всяким призракам, я отправился к своим спутникам. И вот я нашелся. Все обрадовались, но теперь Ток пропал. Букитотил был ближе всех мне из этой семерки, и на его поиски отправились мы с Нилом, который до осады был начальником стражи. Ой, я же загнал один из камушков за приличную сумму, поэтому решил купить броню. Мы с Нилом долго ругались по этому поводу, и он остался сильно сердитым на меня. Мы расклеили объявление, сходили к начальнику людской стражи, но все без толку. Я спрятал оставшееся золото в колодце, на что Нил еще больше разозлился. Потом мы случайно увидели бабку-дварфику с трубкой, как у Тока, и проследили за ней. Оказалось, что в городе есть дворфийская диаспора, Орол и Тон, и все дворфы в ней прожженные бандиты. Я сразу заподозрил, что Ток у них, но доказать это Нилу никак не получалось. В итоге мы снова поссорились, он со злости вломился к ним и словил болт в грудь. Я ничем не мог помочь, поэтому продолжил в одиночку. Через канализацию я проник в недра Орол и Тона, и там меня схватили. Призрак курил, разболтал местному шишаку, что у меня полное пузо Адамантина. Якобы за то, что я предал его интересы. Меня заковали и долго-долго Адамантин вытягивали. В итоге хватило главарю на корону. Меня бросили в тюремный блок, где я все же встретил Тока. Его поймали немногим ранее, за попыткой воровства для одного городского прайтохи. Так мы и просидели аж целых полгода. Наступило лето. Вдруг нас выволокли из камер, и предложили подписать документ о гражданстве Орол и Тона. Оказалось, что теперь это не просто шайка бандитов, а Орол и Тон стал полноценным горным домом с настоящими законами и королем, чья корона, к слову, прямиком из моей задницы. В общем, мы согласились и начали новую жизнь. Наша свобода хоть и была ограничена, но хотя бы мы не гнили в клетках. Ток стал, как и раньше, покрывать стены гравюрами, а я взялся за мыловарение. Сдружился с местными, узнал, что в мире происходит. О Шахтерской Республике ничего не было слышно, а вот курил-призрак стал правой рукой короля Анга Зелеркадана. Здесь, в Орол и Тоне. Я же сошелся с советницей короля Кисат Виллакум. Мы нашли общий язык за бочонком пива, я разболтал много лишнего и даже переспал с ней. Потом рассказал про волшебный жезл вампира-извращенца и вдохновил ее на узурпацию власти путем нахождения этого жезла и подчинения воле короля. Тут в Орол и Тон прибыл Ольфийский караван. Я помогал таскать товары, накормил дракона мылом и встретил Ивети. Похоже, она меня простила и снова была готова к романтике, только не подземельной. Я наврал стрекороба и показал на карте, чтобы ждала меня вместе с караваном у нового горного дома Шороста и компании. То, как у Орол и Тони очень понравилось, поэтому он решил остаться здесь, несмотря на все мои уговоры. Мы попрощались, и я отправился на раскопки вместе с Кисат. По дороге мы встретили группу эльфов-колпачников. Они разыскивали тот самый караван, с которым прибыла Ивети. Я заговорил им зубы и отправил ни с чем, а потом еще и люлей навешал. Двое ушастых погибли, двоим удалось бежать. Дойдя до провала, мы с Кисат удобно разместились в отдельной палатке, как советница с телохранителем. Я немного пошалил там, сбросив в насос ящики с мылом. А злой биом все еще устраивал козни, и внезапно ожившая пена установила контроль над помпой, начав поливать лагерь уже откачанными нечистотами. Тогда я сбросил в трубу бочки с вином, пенный монстр захмелел и вышел весь. Начались раскопки, и через несколько дней шахтеры дарылись до той самой башни и нашли те самые осколки Адамантина, про которые я рассказывал Кисат. А мы с ней искали Жезл, и вскоре встретили того самого призрака Садомита. Мне удалось убедить его окончить бренное существование. Я установил ему памятник, а он вручил Кисат Жезл. Дело было сделано, обещания выполнены, и я вновь получил свободу, да еще и напарника в придачу. Кисат навязала мне телохранителя по имени Борик. Мы отправились туда, где мои бывшие спутники во главе с Шоростом собирались основать новую крепость, но прибыв на место, мы обнаружили запустение. Когда-то здесь и впрямь кипела жизнь, но сейчас все было тихо и мрачно. Борик рассказал, что лет 50 назад работал здесь носильщиком, однако больше ничего не знал. Внутри нас встретила лохматая тварь, но с ней мы быстро разобрались с помощью подъемного моста. Я побежал, чтобы добить оглушенное существо, да поскользнулся на дерьме. Моя верная боевая слабноложка улетела в пропасть, и вот я стою и думаю, что делать дальше. Эй, льгот, ты чего? Моя ложка? НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК Фуф.